Всех приветствую! Рада, что смотрят меня сейчас, уважаемые коллеги-мастера. Мы сегодня будем говорить о прекрасном курсе «Идеальный френч». Закроем все возможные какие-то пробелы в знаниях на данном мастер-классе. Такой он будет небольшой, но очень емкий. Мы с вами разберем, как правильно подобрать необходимые инструменты, материалы, для того, чтобы у нас получился идеальный красивый френч. Мы поговорим о правильной подготовке ногтей к данной процедуре, потому что есть несколько очень важных нюансов. Исключим те возможные ошибки, которые влияют именно на качество получения результата. Мы поговорим о том, как правильно выбрать материалы, как их правильно нанести, от чего зависит именно красивый такой вот рисованный точеный френч. Обязательно разберем возможные схемы на разных формах ногтей. Здесь вот могу продемонстрировать, что их, конечно же, может быть великое множество. И это то, что сейчас у меня есть, это даже не предел. Да, начиная от четкого квадрата, далее мы его скругляем, заужаем и переходим прям в стилет. Помимо этого, это может быть салонный вариант, когда ноготочек не длинный. И, конечно же, может быть длина, например, как у меня сейчас. И вообще техника выкладного френча. Но мы сегодня говорим про рисованный френч, который будет у вас получаться, и мастера будут вглядываться, нарисовали вы его или так идеально опилили линию улыбку и сделали в технике выкладного френча. На типсах мы немного тоже порисуем, чтобы у вас было четкое понимание, как это сделать, чтобы вы могли потренироваться. И часто меня слушают тоже будущие инструктора, чтобы вы умели своим девочкам, коллегам, будущим ученикам объяснить, как же нарисовать идеально красивый френч. Что ж, давайте приступим. Начнем с вами с того, что является важным в нашем, так скажем, таком вот поприще в идеальном френче. Нам нужно с вами для тренировки, это обязательно, иметь типсы. Типсы, конечно, могут быть обычные, могут быть красивые, чтобы не делать несколько движений сразу. Почему я об этом говорю? Потому что, когда вы отрисуете френчик на типсах, например, вы можете для клиента сразу же здесь выполнить какую-то композицию, можете сделать втирку, можете стразы зафиксировать, чтобы клиент ваш уже видел конечный результат, как это будет выглядеть. То есть превратите свою тренировку не просто вот отрисовка, а для того, чтобы можно было показать это клиенту. Те же тонкие линии прорисовать. Френч это частая история в повседневной жизни, и очень часто ее делают и на свадьбе. Поэтому, конечно, можно и нужно заморочиться, отрисовать на типсах уже готовое предложение для своего клиента. И опилить формы, это тоже несложно и нужно сделать, потому что клиент, когда у вас будет вот такая вот опиленная палеточка, и будет говорить мне что-то вот, я хочу миндаль, но вы понимаете, что для миндаля необходима длина. И как бы вариации можно предложить, начиная от зауженного овала, например, от мягкого миндаля и переходя в острый миндаль. То есть уже предлагая такую вариацию, вы не промахнетесь с клиентом, потому что перепилить, то есть потом сложно будет восстанавливать все эти стеночки, будет необходимость возникать в дополнительной работе. Вот, а здесь можно прям взять и приложить, и посмотреть, как это будет смотреться на ручках клиента. Вот таким образом. Это тоже очень важный момент, который будет исключать каких-то недомолвок с клиентами, потому что идеально опиленная форма должна быть на всех ноготках. Не будем сейчас вдаваться в нюансы, что какие бывают ногти, как их опилить, какой длины. И у нас сейчас мастер-класс немножечко не про это. Вот, про типсы понятно, да? Нам нужен будет, не особо прям для сегодняшнего мастер-класса, да, а в принципе правильно подобрать обезжириватель. Почему акцентирую на этом внимание? Потому что вообще, в принципе, носибельность ногтей очень сильно зависит от этого этапа. Иногда мастера, у меня просто здесь уже перелита в большую баночку, иногда мастера не обращают внимания на состав, и в принципе ногти не держатся там даже 2-2,5 недель. И забывают, что зачастую, когда я начинаю делать разбор с девочками, именно из-за содержания масел в обезжиривателе происходит такая история. Как только мы поменяли обезжириватель, ушла проблема с ранними отслойками. Поэтому обращайте на это внимание. Дальше безворсовые салфетки. Конечно, сейчас уже любой мастер пользуется такими безворсовыми салфетками. Редко-редко бывает, чтобы увидеть, как говорится, ватные диски, но все же проговорю этот момент. Это настоящая просто катастрофа, если вы пользуетесь ватными дисками. У вас он будет ворс этот и в краске, и в кисточке. Это будет сильно усложнять прорисовку френча. Обязательно прям вот заимейте себе. У них сейчас в свободном доступе недорогой формат. Если уж вы хотите немного поэкономить, то разрезайте пополам салфеточку. В два раза у вас будет больше салфеток. Мои ученики часто так делают, поэтому вполне этого достаточно. Дальше мы говорим про связующие элементы. Такие, как сцепку делают, это праймер. Он отсохнет на воздухе. Здесь вы уже определяете состояние ногтевой пластины. Если она, конечно, влажная, если она безжизненная, тоненькая, то можно применить перед праймером Nail Prep, который дополнительно подсушивает пластину. Если же она сухая и тонкая, то подсушивать не надо дополнительно. Достаточно будет праймера. Праймер у меня кислотный. Я его люблю, потому что мои клиенты и коллеги очень часто делают длинные ногти. И без него не обойтись. Сохнет он на воздухе. Дальше нам понадобится такой клей для ногтей. Нереально крутая вещь. Наносится под базу, наносится под моделирующую систему. Про него, как его использовать, расскажу немножечко позднее, когда к практике перейдем. Он без кисточки, он именно с палочкой идет, потому что склеивает абсолютно все на свете. Сохнет он в лампе. Как раз для того, чтобы не было никаких отслойок. Дальше мы будем использовать, конечно, цветную базу. В данном случае я возьму такой розовенький. Открою, покажу. Он такой бежево-розовенький, такой персиковый цвет. Красивый тоже, самый натуральный. И, конечно же, нам нужна будет краска. Краска. Сегодня белую сделаем для того, чтобы нам с вами на контрасте увидеть. А, безусловно, френч может быть абсолютно разный. Для этого нужно правильно подобрать краску по пигментации. Тоже об этом будем говорить. Какая она должна быть. Нам нужен будет моделирующий прозрачный гель. Он должен быть такой средней консистенции. Ни жидкий, ни желе. Тоже расскажу для чего, почему. И таким способом мы с вами исключим варианты от слоек, сколов, потемнений и тому подобное. И, конечно, нам нужно будет финишное покрытие. Нюансы все буду проговаривать именно на практике. Сейчас просто перечислила, что нам нужно из материалов. Теперь, по большей части, мне хочется проговорить про кисти. Про кисти и про пилочки, которые нам нужны будут. Итак, кисточки. Вот когда я знаю, что у меня будет девочка на френче, я всегда себе достаю вот такой набор из пяти кисточек. Это уже стандартный мой набор. Я не заморачиваюсь ни на каких брендах, ни на чем. Прекрасные кисти рублев. Но если вы любите мастерами разработанные кисти, они тоже шикарные. Просто я много преподаю, и мне хочется поэкономить девочкам средства. И поэтому подобрала для себя такие варианты рублев, которые в два раза дешевле, чем брендовые кисти других фирм. Так вот, обязательно мне нужна для подготовки ногтей вот такая вот плоская кисть. Если у вас есть желание, вот эта шестерочка часто спрашивают. Вот ее номер 1С35. Синтетика. Обязательно. Первое, что мы с вами должны понять, что работая с гелевыми материалами, с гелевыми, там, где они находятся не на водной основе, мы обязательно работаем с синтетическими кистями. Было у нас время, когда не было такого изобилия, безусловно. И мы работали на безрыбье и рак рыба. Мы приобретали кисти для художников с натуральным ворсом и выстригали их щипчиками, канцелярским ножом, чем угодно. Но сейчас абсолютно в этом нет никакой необходимости. Прекрасный ворс, действительно очень хорошая имитация. Искусственный ворс имитирует натуральный. То есть точно так же от толстого основания к тоненькому сходит на нет. Кисточка. И очень удобно ими рисовать. Про синтетический ворс, надеюсь, понятно. Выдерживают они не только гелевые материалы, выдерживают и обезжириватели, и базы, и топы, в чем мы с вами промываем наши кисти после использования цветных материалов. Поэтому это очень важно для подготовки. Такая кисть. Для того, чтобы выравнивать базу, чтобы максимально близко подтянуть материал к кутикуле, к боковым валикам и не переборщить, потому что для френча это очень важно, использую такую кисть, нулевочку, тоже от Рублев. Обратите внимание на этот код, это тоже важно, потому что нулевочки бывают разные. Вот стандартная S10RB. Вот это нереальная такая кисть, она круглая, тоненький такой тоже ворсик. Ею на самом деле можно и френчи рисовать, если ноготочки прям длинные, да, заполнять свободный край гораздо удобнее, чем очень тонкой кистью. Вот, но за счет того, что вот она, вот я даже не знаю, сколько ей лет уже, такая нереально классная кисть, но при условии, что вы их правильно храните. Тоже немножечко подробнее об этом. Вот, кстати, не Рублевская, у меня такая, мне кто-то из девочек ее дарил, попалась она мне, у нас же у мастеров, да, какой лучший подарок. Это какие-то материалы, кисти, и вот такую вот изящную, тоненькую, именно за то, что вот я на самом деле люблю ее за такое вот, за дизайн, наверное. Ну и ворс, ворс длинный, когда я работаю с длинными ногтями, конечно, удобно сделать одно движение, вытянуть линию улыбки и не делать таких много хаотичных движений. У меня подстерлась, но, по-моему, это не канагель. 0, 0, 3. 0, 0, 3 уже совсем прям тут не видно ничего. 0, 0, 3. Тоже такая. Чем она мне нравится? Она действительно очень упругая и эластичная за счет вот этого вот двойного цоколя, чего нет, допустим, на сегодняшний день у Рублева. Может быть, конечно, появилась. Давно туда не заглядывала, пару-тройку месяцев назад. Вот. Две такие кисточки тоже у меня присутствуют. Обе они 10.0, но даже видно на камеру, какая потолще, какая потоньше. И, конечно, здесь нужно обратить внимание на их артикулы, что С43, она потолще немного, и она идеально подходит для рисования френча, именно дотягивания усиков. А вот эта С13Р, которая потоньше, она, конечно, у меня используется уже прям, если вдруг мне нужно тонкие линии прорисовать в виде вензелей, поверхностные дизайны, когда нужно сохранить бортик. Поэтому для френча она у меня используется крайне редко. Но френч часто сопутствует с какими-либо такими ветерематыми кружевами, чем-то еще, конечно, я пользуюсь этой кистью. Так вот, в итоге у нас с вами 4 кисточки, таких, которые нам нужны будут, поэтому при правильном хранении прослужат вам нереально долго. Что значит правильное хранение? Кисточка, вне зависимости от того, какой она формы, она может быть плоская, плоский цоколь, может быть круглый цоколь, вне зависимости. Ее необходимо хранить горизонтально. То есть часто наблюдаю, мастера берут стаканчик какой-нибудь, вставляют туда кисточки, поставили, еще есть листов возле окна, поставили, и получается, что убивают таким образом кисти. Почему? Казалось бы, мы их промываем, стараемся, чтобы краски на них не осталось, но тем не менее, в цоколь попадает и гель краска, и базы, и топы, все для чего мы используем наши кисти, и вытащить их из цоколя очень сложно. Поэтому, как только мы переворачиваем вертикаль, все это настолько глубоко оседает, и потом, через некоторое время, мы понимаем, что наша кисть, она становится какая-то неэластичной, то есть, вот раньше она ходила такая за тобой, рисовал ее хвостик, а потом раз, она стала деревянная. Вот, одна из причин, что в цоколь забивается материал, одна из причин. Вторая, для того, чтобы мало ей забиться, правильно, ей еще нужно заполимеризоваться, поэтому, чтобы не происходила полимеризация, каждый, уже уважающий себя мастер имеет вот в таком себе арсенале, конечно же, и кисточки, и как их хранить. Специальный чехол, который закрывается, мы бережем от залома, конечно, в идеале, хорошо бы, чтобы у каждой кисточки были колпачки, но они теряются каким-то волшебным способом, ломаются, но когда вы храните кисть, прикрыли ворсик, они не соприкасаются друг с другом, хорошо фиксируются, непосредственно в таком чехле, закрываем их, и получается, что мы храним наши кисти в темноте, то есть не попадает ультрафиолет, наш материал, который сохнет от оев лучей, он, естественно, не полимеризует нашу кисть и не превращает ее в деревянную. Безусловно, есть куча средств, которые кисточки вымывают. Я за всю историю своего творческого, профессионального пути один раз пользовалась средствами для мытья кистей, после чего я решила, что это то же самое практически, как помыть волосы каким-нибудь обезжиривателем, несмотря на то, что это синтетический ворс. Для того, чтобы все было хорошо, достаточно соблюдать всего два правила. Вымывать их и хранить в темноте все. Ну и, конечно же, есть еще такой нюанс, что кисточки должны быть каждая кисть для своего. То есть, не надо кисть плоскую превращать для работы с гелем, с акрилом, с полигелем. То есть, на каждый материал у вас должна быть своя кисть. Безусловно. Если мы вот этой кисточкой работаем с гелем и с гель-краской, то она для гелевых систем. Если мы понимаем, что, ну, вроде бы она подойдет, чтобы и акрилом, акриловой красочкой поработать, то вы должны понимать, что это неправильно. То есть, вы либо ее вымываете обезжиривателями, либо смываете в стаканчике только с водой. То есть, как правило, для акварельных дизайнов мы используем с вами натуральный ворс, потому что не используем обезжириватели, гелевые, все на водной основе. Ну, надеюсь, что про кисточки тоже все понятно. Идем дальше. По поводу пилочек хотела сказать. Если мы с вами делаем базой, то пилочку нужно использовать, конечно, максимально приближенную к натуральным ногтям. Особо опиливать нам там нечего. То есть, чем мягче база, тем выше циферка абразивности, тем мягче должны быть ваши пилочки. Зачастую мы используем вообще только баф. Можно чуть-чуть сначала, допустим, 100 на 180 будет грид. Можно использовать пожестче сначала сторону, потом забафить помягче стороной. Для того, чтобы у нас не было таких сильных насечек на свободном крае перед тем, как мы начинаем рисовать френч. После того, как мы все прорисовали, завершающие средства мы нанесли, и, в общем-то, френч наш готов. давайте приступим к следующему этапу, именно о подготовке наших ногтей, как это правильно делать. Самый важный нюанс, это один из важных нюансов в подготовке. Мы будем говорить о маникюре и о пиле форм. Что значит маникюр? Когда мы с вами выполняем процедуру, например, покрываем ногти цветом, мы можем сделать промежуточный маникюр, например, при наращивании. Часто, когда начинающие мастера, я предлагаю сделать так. Вы сделали промежуточный маникюр, после того, как сняли прошлое покрытие, раскрыли кутикулу, почистили все зоны у боковых валиков, у кутикулы, для того, чтобы нанести можно было наши подготавливающие жидкости, моделирующий гель, например, и только после опила выполняем хороший качественный маникюр. То есть, я говорю про то, что, если есть возможность сохранить кутикулу, потом, когда мы сделаем чистый маникюр, мы спокойно можем пройтись тонким слоем базы и нанести уже цвет стык-стык в кутикуле или сделать покрытие под кутикулу. Но когда мы делаем с вами френч, нам очень важно понимать, что если мы не сделаем маникюр сразу, нанесли камуфлирующую базу, а база не наносится под кутикулу, потому что она там не просохнет и создаст нам только трудности потом при выполнении маникюра. Поэтому здесь необходимо выполнить маникюр сразу. И соответственно, когда мы сделаем правильно, у нас не будет эффекта, что уже как будто маникюр отрос. Если же мы сделаем промежуточный маникюр, выложим модельнирующий гель, потом опилим, потом сделаем маникюр чистовой, у нас будет ощущение, что прошла уже неделя. конечно, ручки бывают разные. Например, мои руки, они тоже довольно чувствительны к маникюру, и иногда все равно мы приходим, например, когда сложные формы, я понимаю, что будет такой, возможно, опил жесткий, то, конечно, я сама прошу, чтобы мне не трогали кутикулу только после опиливания формы. Но все зависит от мастерства мастера. Поэтому, если мы работаем с вами с базой, не с моделирующей системой, где не требуется опил именно в зонах кутикулы, то сделайте чистовой маникюр сразу. Вот таким образом. Так, идем дальше. Следующий важный момент это опил формы. И скажу сразу, что опил формы вот такой вам на память слайдик обязательно. Это 90% успеха идеального френча. Опиливание формы не только по форме, я имею ввиду, что это будет квадрат, медаль, овал, я говорю про пропорциональность, которую вам нужно научиться видеть. Пропорциональность в длине к ширине ногтевой пластины. И сейчас вот у меня вот такой плакат перед вами демонстрационный, чтобы вы поняли и увидели, что многие мастера, не соблюдая пропорциональность, допускают такие ошибки. Это неплохо, нехорошо, просто необходимо учиться, развивать себя и видеть, как это происходит. Для примера есть вот такая картиночка, чтобы вы видели, что все ногти от кутикулы до свободного края опилены одинаково. Это просто пример, что допустим, мы решили, что свободный край должен одинаково торчать из-под подушечки пальца, не должен разниться, хотя вот у меня вы тоже видите указательный длиннее, чем безымянный, потому что ногтевое ложе на указательном пальце у меня сильно короче, чем на безымянном. вот так же и здесь мы должны учитывать не только длину, но еще ширину ноготочка. Немного усложняет процесс, но как только вы в этом разберетесь, отпадут сразу все трудности в том, чтобы нарисовать френч идеально красиво. Смотрите, пример, все ногти одинаковые по длине, вроде бы все здорово, но все ногти от природы у нас ногтевое ложе разное по ширине. И когда мы применяем такой истории одну и ту же схему, мы ноготочки поделили пополам, наметили, что здесь будут точки в роста наших усиков, высота усиков, потом оставшуюся длину поделили еще пополам, и понимаем, что отсюда мы начинаем рисовать наш френч. и так мы применили эту схему, одна вторая это высота усика, одна четвертая это высота френча от ногтевой пластины. И что мы видим с вами на выходе? Когда мы визуально абстрагировались сейчас и посмотрели на картинку в общем, мы видим, что у нас мизинец какой-то очень большой, а большой пальчик по френчику получается какой-то очень узенький. Ну понятно здесь указательные и безымянные они одинаковые, потому что мы здесь допускаем, что они одинаковые по ширине ногтевой ложи, но средний как будто бы кажется короче, чем рядом стоящие пальчики. Так вот, чтобы такого не происходило, чтобы линия улыбки была все-таки везде одинаковая, а не так, как здесь вытянутая, а на большом пальце пологая. Вот здесь что-то среднее между мизинчиком и большим, а здесь опять более пологая улыбка. Очень сложно при таком раскладе сделать красивый рисованный френч. Не то, что сложно, это практически невозможно. А сбоку, мы дойдем, конечно, до этих слайдов, но я все-таки вам покажу. А сбоку будет выглядеть на разных ногтях вообще вот так. То есть какая-то улыбочка вытянется красиво сбоку, какая-то будет укороченная. И этого, правда, не избежать, если опил формы происходит непропорционально, не учитывается пропорция ширина к длине. Давайте разберем, как это выглядит, когда мы сделали все правильно. Когда мы сделали все правильно. Соотнесли длину к ширине. Соотнесли. То есть что мы сделали? Как правило, опил формы нужно начинать с трех ноготков. Именно они, именно вот эти ногти, задают ритм мизинчику и большому пальчику. Это, конечно, больше пришло из конкурсного движения, но это очень хорошая практика, чтобы вы понимали, что это важно. Мы опиливаем из них один ноготочек, допустим, понимаем, что ногтевое ложе одинаково у оказательного и безымянного и получается, что опилили один, опилили второй и уже подгоняем к нему третий ноготочек. Что происходит? Так как ширина ногтевого ложа в среднем пальчике шире, чем в безымянном и указательном, то пропорционально его нужно вытянуть немного длиннее. Тогда обратите внимание, линия улыбки превращается в идентичную и ширина френча соответствует друг другу по восприятию нашему глаза. Дальше мы смотрим, что мизинчик у нас такой худенький, да, и если мы его свободный край оставим на уровне вот этих трех ноготков, то у нас будет очень тяжелый френч, очень большой, как на прошлой картинке. Это визуально видно, да, вот здесь. вот это неправильно. То есть, поэтому мы его делаем немного короче. И тогда линия улыбочки у нас тоже становится такая вот идентичная рядом стоящим ноготкам. Большой ноготочек еще шире, как правило. И, естественно, пропорционально мы его еще больше удлиняем, даже, чем средний. И тогда опять же линия улыбки встает на свое место, и вид сбоку у нас будет красив, одинаково вытянут, одинаково. Это один момент. Второй момент, что применять схему, конечно же, уже нужно каждому ноготку отдельно. То есть, вот этот ноготочек мы поделили пополам, и пополам, и этот пополам, пополам. И таким образом у нас получилось пропорциональное распределение для рисования френча. Это очень важно, если вы это поняли, усвоили, начали применять на практике, это 90% успеха рисования идеального френча. Так, ну что ж, мы проговорили про маникюр, проговорили про опиливание формы, про пропорции, про то, что необходимо использовать в пилочке, мягкие для того, чтобы забавить, подпилить. Это, надеюсь, понятно. Давайте теперь поговорим про схемы рисования френча. И начнем с вами с такой формы, короткий квадрат. Мы разберем и длинный квадрат, и короткий квадрат. Надеюсь, что все прекрасно видно. И расшифрую вам эту схемку. Дальше будет чуть полегче, потому что самое сложное это с первого начать. Дальше уже будет все понятнее. У нас есть важные понятия. Это высота усика. Мы должны с вами определить, где она должна находиться. Это ширина усика. Насколько широкая она должна быть относительно от ногтя. В данном случае мы рассматриваем короткий квадрат. Дальше мы с вами определяем высоту френча, чтобы вы не путались. Высота френча, высота усика, ширина френча. Разбираем с вами понятие. Каким образом это дело все расчерчивать, как это дело скругляется, до каких пор. И давайте по порядку. У нас есть на исходе с вами форма квадрат. Короткий квадрат. Что это подразумевается? Это когда он может быть очень коротенький, когда закрывает только подушечку пальца. Бывает часто клиенты любят форму квадрат, когда он коротенький. Это смотрится действительно стильно, аккуратно, особенно если на нем френчик. Либо он может быть длиной не более чем один к одному от самого коротенького ногтевого ложа на ручках клиента. То есть то, что превышает уже ногтевое ложа, это уже длинный квадрат. Схемка к нему другая будет прилагаться. Идем по порядку. Мы взяли наш коротенький квадрат, определились, что это не длиннее, чем один к одному от ногтевого ложа и находим середину нашего ногтя от кутикулы до свободного края. Намечаем точку, это будет у нас высота усика. Делаем это с двух сторон. Далее мы делим наш ноготочек на торцевой линии пополам согласно центральной оси пальчика. и дальше вот эту половинку мы делим еще пополам и это высота усика. Ширина усика, высота усика, ширина усика. После этого мы нашу нижнюю часть делим пополам, получается 1 четвертая. 1 четвертую делим еще пополам и получается 1 восьмая. То есть от центра мы намечаем эту высоту и получается у нас 1 восьмая от всего ногтя это высота френча. Когда мы эту схемку нарисовали, у нас получились такие геометрические полосочки, нам необходимо из точки А, из высоты френча, скруглить и вывести усик. Есть нюанс, вот этот промежуток от высоты френча до высоты усика необходимо поделить пополам. Искруглить исключительно до половинки. Дальнейший усик мы с вами не утолщаем. Как только мы переборщим, мы создадим такой большой объем по бокам и будем вынуждены продлить усик еще выше. На самом деле не так страшно, если у нас усик продлится выше, не утолщая вот это пространство. Но если мы переборщили вот здесь со скруглением, то, конечно, это будет смотреться уже тяжело. Поэтому мы с вами научимся, покажу схемку на типсе, как мы отрисовываем, а вы уже самостоятельно все это дело еще раз несколько типс возьмете и прорисуете, чтобы добиться идеального результата на одинаковых типсах. С формой квадрат мы разобрались, с коротеньким квадратом. разберем теперь с длинным. Длинный квадрат. Что значит длинный квадрат? Это когда у нас с вами ноготочек длиннее, чем один к одному. Когда ногтевое ложе и удлинение свободного края, один к одному и более. В таких случаях, вот как у меня сейчас, ногти длинные, поэтому я применяла схему уже не короткого миндаля, а длинного. Также и здесь берем длинный квадрат. Мы делим на три части и верхняя треть это будет высота усика. Нижняя треть это будет высота френча. И далее пожалуйста обратите внимание, что в коротком френче мы сейчас будем с вами определять ширину усика. В коротком френче мы ширину усика определяли на торце, а в длинном квадрате мы определяем ширину усика на линии высоты френча. Это важный момент, потому что если вы в одну четвертую будете выводить линию по торцу, будут очень узенькие здесь линии, и вот здесь будет большой объем, а здесь будет очень мало материала. Это важно. Все-таки при квадрате у нас должна получаться довольно широкая линия и достаточно видно количество белого материала. Конечно, если вы собираетесь делать какой-то фантазийный френч, здесь уже мы безграничны своей фантазии и можем делать разный френч. Поэтому когда длинный квадрат мы с вами делим от высоты френча пополам, эту половинку еще пополам, и таким образом у нас получилась 1 четвертая от линии высоты френча. И уже здесь мы будем проводить прямую линию из точки высоты усика до ширины френча. Это важный момент. Я думаю, что несколько раз вы прорисуете, поймете, в чем дело. На практике обязательно это дело применяйте, потому что в теории все хорошо, все понятно, но как только вы отрисуете, у вас все станет на свои места. Дальше определили. Нарисовали высоту френча, задали прямой линией ширину усика из высоты усика, и теперь наша задача скруглять. Точно так же в этом участке мы находим половину и до половины скругляем. Смотрите, почему так? То есть, казалось бы, можно было опустить вот здесь и скруглить пошире, но тогда бы нам пришлось применять много таких действий ненужных, заполнили, попали, не попали. Здесь все-таки, когда вы распределяете четко в одном направлении, пальчик перевернули в другом направлении, получается все очень ровненько. Отлично. С длинным квадратом проговорила схемку, потренируемся, все будет хорошо. Идем дальше. Очень интересная форма, трапециевидные ногти. Давайте вот так сначала вниз опущу, чтобы не отвлекались на нижний рисунок пока. Мы такие девочки, и приходят к нам клиенты абсолютно разные, и вот приходят с такими вот ноготочками, у которого практически нет свободного края, потому что перепиливают себе в точках в роста, и отрастить это невозможно. Как правило, чем шире ноготочек у нашей клиентки, тем больше она старается его заузить у свободного края, что приводит конечно к тому, что отрастить ногти сложно. Итак, но девочки хотят френч, все равно это самая частая, самая популярная услуга, которую мы с вами оказываем. Что вы должны знать при работе с трапециевидными ногтями? Первый ключевой момент, никогда не скругляем уголки, не заужаем уголки, то есть мы их скругляем, но не заужаем, это большая разница, точки в роста мы не перепиливаем и не стремимся опилить овал, о чем речь, то есть если бы я хотела привести в форму овал, я неминуемо бы убрала из точек в роста ноготочек, поэтому несмотря на то, что у нас зона кутикулы прям просит, просит заусти меня, я буду такой красивый, отзеркалюсь, не нужно этого делать, носибельность френча, вообще ногтей снижаются в разы, сохраняем точки в роста, не стремимся опилить прям в идеальный вытянутый овал и уголки скругляем, то есть оставить в квадрат, это тоже не вариант, у нас прям такой совочек получится, потом мы еще это закрасим белым цветом и поверьте мне, клиентка ваша идет недовольная результатом, поэтому чуть-чуть скруглили и в дальнейшем применяем такую схему, для себя запомните, что чем короче накоточек, чем шире накоточек, тем больше мы делаем делений и в горизонтали и в вертикали, и так, давайте теперь к алгоритму перейдем, мы с вами наш ноготочек от кутикулы до свободного края находим одну треть, то есть поделили на три части, одна треть, и высота усика будет в нижней одной трети, далее мы с вами визуально достраиваем форму квадрат, делим ноготочек пополам, еще пополам и еще пополам, то есть мы находим одну восьмую и это будет у нас ширина усика, далее мы с вами находим высоту френча, высота френча это мы с вами одну треть от усика, делим на три части и получаем с вами одну девятую, то есть высота френча одна девятая от ногтевой пластины от всей, здесь вот таким образом происходит, то есть мы делаем узенькую каемочку, очень плавно ее скругляем, чтобы было не очень много объема по бокам, чтобы наш ноготочек не сильно еще утяжелять и расширять, вот таким образом и скругляем, то есть соединяем из точки А в точку В, точно так же деля вот это пространство пополам, чтобы не расширять не утолщать усик на что нужно еще обратить внимание, что когда трапециевидные ноготочки очень часто совершают такую ошибку за счет того, что коротенький френчик такой невысокий усик у него часто уводят усики в боковой валик вот это неправильно так делать не надо то есть ваш усик несмотря на то что он коротенький он должен вот ваша линия она должна стремиться в сторону синуса вот сюда и тогда сбоку будет выглядеть вот такая вот улыбочка изящная как должно быть при френче трапецию трапециевидные ногти с ними очень интересно работать когда вы с ними справитесь вы с удовольствием будете делать френч на таких ноготках идем дальше вот такая форма овал частая форма и допустим когда мы с вами только начинаем работать нам все время хочется делать миндаль квадрат и овальная форма как-то проходит стороной но когда мы обрастаем клиентами все равно у нас появляется такой формат как сезонность когда особенно взрослые уже женщины которые в огороде или например девочки у которых большая нагрузка на руки парикмахеры визажисты медсестры они часто прибегают к такой форме как овал вот поэтому справляться с ним тоже нужно и делать это правильно что мы с вами делаем мы находим короткий овал да безусловно длинный овал как правило не наращивают выглядит это довольно тяжеловато и из овала когда присутствует у нас длина мы все же стараемся уйти в сейчас скажу да вот из овала классического стараемся когда вот длина появляется уйти уже такой зауженный овал и что-то среднее да между миндалем и овалом получается поэтому так скажем длинный овал мы даже не рассматриваем действительно на нем тяжеловато смотрится такой дизайн как френч если если конечно какой-то нефантазийный геометрический линии волнистые то здесь конечно можно поиграть что мы делаем мы делим на каток пополам находим высоту усика затем мы достраиваем мысленно его до квадрата находим пополам и пополам одну четвертую это ширина усика далее определяем высоту френчи и это нижнюю половину мы делим на три части и получается одна шестая от всего ногтя это у нас будет высота френчи в овале да немного пошире рисуется френч именно для того чтобы вот этот материал который присутствует по бокам у нас заполнил боковиночки и вытянул вытянул визуально форму овал в принципе ничего сложного в этой схеме нет прорисуем вот такую форму или может квадрат покажу как это все размечать именно на клиенте хотя потом мы перестаем и на клиентах так сильно усиленно рисовать уже понимаем как это делается правильно так короткий миндаль опять же да сейчас наверняка подумали как это миндаль короткий и безусловно я с вами согласна то есть условно короткий миндаль не может быть коротким он требует длины и тогда он красиво смотрится потому что если мы запилим на коротеньких ногтях миндаль то это будет смотреться ну вот даже здесь он смотрится довольно ну как-то скудненько да а чем короче ноготь чем уже мы его запиливаем тем больше он приближается к такому куриному ноготку да потому что не хватает длины и особенно не хватает боковых валиков поэтому конечно миндаль требует длины ногтевой пластины так ну условно короткий это когда меньше свободный край чем ногтевое ложе или примерно один к одному то есть это мы говорим о том что это миндаль короткий так что мы с вами делаем мы точно так же находим середину ногтя это будет высота усика то есть одна вторая от ногтевой пластины это длина усика дальше мы с вами находим высоту нашего френчика мы делим пополам еще раз пополам и одна восьмая это будет у нас высота френча почему это именно в миндале важно почему мы в овале брали побольше закрашивали свободный край потому что здесь у нас недостаточно стеночек и если мы нарушим пропорцию высоты и ширины то тоже получится такое утяжеление нашего изящного миндаль это все-таки изящная утонченная форма и даже коротенький миндаль нам необходимо сделать аккуратным поэтому это одна восьмая от всего ногтя далее мы понимаем что мы не достраиваем до квадрата а точно так же как в длинном квадрате от верхней части то есть от высоты френча мы делим пополам еще пополам и находим ширину нашего усика такие вот моменты мы гуляем либо на торце либо на высоте френча далее мы соединяем прямой линии задаем нашу ширину френчика ширину усика и дальше из точки посерединке скругляем до середины вот этого нашего участка причем здесь мы стремимся к тому чтобы скругление было такое очень плавненькое но касание точек должно быть одно потому что это уже френчик не должно быть по плоскости такое знаете прям широкое не углубляемся в ширину а стараемся кистью прям сразу начать скруглять вот этот угол тогда получится такой красивый с уходящими прячущимися усиками сверху мы смотрим чтобы они прятались не расширяли нашу форму давайте на примере дальше по длинному миндалю вот таким образом миндаль длинный конечно все мы любим эту форму ноготочки до и после отличаются сразу моделькам тоже это очень нравится или клиентам очень нравится все зависит от того кому вы делаете маникерчик и кто так ноготочек мы делим изначально на три части и две трети это высота усика когда появляется длина нижняя треть это высота френча и точно так же от высоты френча мы делим пополам пополам и одна четвертая это ширина усика и мы начинаем с вами выводить прямые линии и затем скруглять скругляем до половинки вот этого отрезка в общем-то идентична форма практически длинному квадрату только ничего не достраиваем отталкиваемся именно от стеночек которые у нас уже опилены и присутствуют так для того чтобы всеми этими схемками воспользоваться и получить нереально классный результат действительно нужно правильно подобрать материалы несмотря на то что 90% успеха зависит от того как вы подготовите ногти правильно вы пропорционально их подготовите или неправильно как здесь это безусловно самое главное вот именно от этого дальше у нас уже остается 10% которые мы рисуем френч но чтобы нарисовать френч ногти нужно подготовить ногти нужно правильно перекрыть правильно смоделировать их даже базой выровнять ноготочки опилить применить схемку это конечно 10% того 10% плюс 90% получаем 100% нам необходимо давайте все в отдельности сейчас разберем для того чтобы все встало на свои места я возьму обычный тип даже не буду там заморачиваться с каким-то длинным чтобы прорисовать именно схемку такую чтобы было понятно представим что я сделала здесь маникюр срезала его не буду потом делать чистовой маникюр потому что сделать это нужно сразу и заранее дальше я обезжириваю по этапам если вы записываете то записывайте обезжириваю ноготочек обезжириваю ноготочек даю обязательно обязательно ему высохнуть на воздухе никогда не приступайте сразу прям сразу к тому что вы будете наносить какое-то покрытие обезжириватель это все-таки жидкость которая должна высохнуть несмотря на то что она кислотная содержит в себе спирты то есть нужно это дело подождать тем более знаете как мы делаем после опила мы же прям условно купаем наш ноготочек в этом обезжиривателе потом сгибаем таким образом безворсовую салфеточку и проходимся в уголочках вычищая все из латеральных пазух под кутику и везде везде чтобы ничего не осталось под ноготочками если какая-то пылька есть безусловно мы это делаем поэтому не игнорируйте тот факт что необходимо дать хорошо просохнуть ногти следующий момент мы будем использовать с вами праймер немножечко я про него говорила для того чтобы приподнять чешуйки на ногтях чтобы была хорошая сцепка и здесь по большей части важно нанести праймер правильно о чем речь так как это тоже все-таки жидкость подсушивающая но тем не менее это вода мы с вами отжимаем кисть прям полностью полностью и практически сухой кистью не дотягивая до зоны кутикулы проходимся но обязательно дотягивая до свободного края по поводу нанесения на торец не вижу никакого смысла потому что в моей технике мы потом торец подпиливаем и смысла большого нет то есть если вот часто вижу такое движение это дополнительное прохождение праймером которое в принципе не нужно раньше у нас были такие материалы которые требовали запечатывания торца запечатывания базой цветом топом и такие пирожки получались сейчас это не требуется материалы достаточно хорошие хорошо себя показывают в носке поэтому такое лишнее движение осталось как говорится дыма без огня не бывает раньше так нужно было делать сейчас нет дальше мы конечно же просушиваем тоже на воздухе однократно нанесли праймер и будем наносить такой клей почему хочу про него рассказать он очень жидкой консистенции прям есть знаете жиденький а этот очень жиденький прям и для этого нам нужна будет плоская кисть и при этом он очень клейкий поэтому как мы с ним работаем мы на ноготочек ставим капельку берем плоскую кисть и от центра распределяем материал к свободному краю так мы делаем на всех десяти ноготках и отправляем обязательно сушить в лампу он требует полимеризации на минуту когда что происходит да когда мы с вами нанесли этот клей и отправили в лампу видите он у меня идет прям без кисточки он склеивает действительно все и даже ворс на кисточке получается такая вещь мы праймером подняли чешуйки понятно что праймер наносится на натуральный ноготочек просто мы сейчас на типсе работаем да имитация далее клей наносится для того чтобы в поднятые чешуйки туда попадает клей жидкий чем жиже тем глубже он проникает и когда мы отправляем сушить в лампу на полимеризацию минуту чешуйки наши склеиваются и получается такая сверху липкая очень липкая субстанция которая отвечает за сцепку сейчас на самом деле перешли многие на базу такие каучуковые погуще когда они были жиденькие проблем не было ни от слоек ни в проседании ни в чем то здесь именно поэтому появился этот материал что промежуточный тонкий слой жидкий он все-таки должен быть который отвечает за сцеп вот мы нанесли клей для геля сейчас обезжирю нашу кисточку потому что буду наносить базу базу номер 003 в данном случае такая персиковая открываем басочку всегда открываю их вот в таком формате чтобы была окантовочка хорошая такая вещь возьмите себе на заметку потому что очень удобно вытирать кисть если вдруг лишнего возвращать и стеночки на вашей баночке всегда будут чистенькие еще есть момент что сейчас база они очень быстро полимеризуются под лампами а так как мы используем лампы дневного света да очень мощные для того чтобы делать хорошие фотографии то чем меньше вот у вас вот это пространство тем дольше прослужит гель и не заполимеризуется под ультрафиолетом внешним да не от лампы для полимеризации так что мы делаем очень важный момент сейчас вообще все моменты у нас важны потому что у нас этому мастер-классу посвящен мы наносим очень тоненький слой камуфлирующей базы здесь важно понять просто для чего мы это делаем вот видите прям тоненький он не должен перекрыть он не должен оставить никаких полос особенно близко к боковым валикам и близко к кутикуле мы наносим его для того чтобы наш материал хорошо распределялся по ногтю то есть мы его сейчас не будем полимеризовать просто нанесли но обязательно на весь потому что по нему будет дальнейший слой распределяться и важно чтобы был материал так не сушим берем кисть я люблю работать даже с базами с плоской кистью комфортно и когда база находится вот в формате баночки я точно знаю что если вот она 15 мл то я использую все 15 когда они конечно во флакончиках это доставляет некоторый дополнительный расход уже там на дне ничего не выкварить вот поэтому если вам тоже удобно то присоединяйтесь я загребаю как ложечкой наш материал такой персиковый выставляю его 2 мм от кутикулы наклоняю наклоняю ноготочек обязательно подталкиваю к кутикуле но ни в коем случае не загоняю под чтобы потом перекрытие топом у нас было аккуратным да сошло на нет зигзагообразно стягиваю материал и обратите внимание я не довожу его до бокового валика ни в коем случае то есть мы нанесли тоненький слой для того чтобы он сам туда стек и у нас не будет никаких затеков кисть дальше могу чуть-чуть развернуть и пойти вот в таком формате до свободного края дотягиваю то есть я сейчас просто распределяю наш материал конечно задача камуфлирующих материалов первое на что обратить внимание что он должен быть пигментированным обязательно чтобы он перекрывал родную линию улыбки иначе просто грош цена тогда использовать камуфлирующие базы и моделирующие гели далее я переворачиваю ручку горизонтально горизонтально даю с боков вот он сначала туда распределился немного стечь буквально 10-15 секунд затем я пальчик лент поднимаю под 45 градусов чтобы со свободного края у нас стек вот этот материал могу чуть-чуть ему помочь прокручивая обязательно пальчик вот таким образом смотреть по всему периметру ногтя чтобы у нас выровнялась база что у нас получается на выходе смотрите свободный край такой немного полупрозрачный и это не страшно потому что мы будем здесь рисовать френч так быть и должно для того чтобы у нас получился изящный френч если у нас будет здесь объем потом еще добавляем краску то у нас будет смотрится грубовато как только вы примените эту технику угол 45 градусов поднимите вот таким образом сразу будет получаться красивый френч и обязательно смотрим в торец чтобы ноготочек наш был везде идеальный нам не пришлось его опиливать и когда мы с вами отправляем его сушить сушите пожалуйста полный цикл полимеризации который требует производить я понимаю что есть сейчас мощные лампы что можно сушить и 10 секунд 15 секунд но необходимо помнить что у материалов есть цикл который требует производитель почему сейчас появилось такое понятие среди мастеров база просила потому что появились первое появилась скорость сушки в лампах и материал сверху полимеризуется создает хорошую корочку такую пластиковую а внутри остается все таки сырым и заметно это становится через несколько дней и там примерно через неделю что база начинает проседать дайте пожалуйста полный цикл просохнуть вашему материалу дальше идем и таких тогда проблем не будет просушили снимаем дисперсию обязательно иначе ваша пилочка придет в негодность сняли следующий шаг у нас идет мы готовим при помощи пилочек наш ноготочек здесь такой момент так как у нас база и она выложена ровно равномерно нам не требуется ее опиливать по периметру но если вдруг что-то пошло не так и вы увидели что да надо что-то подправить обязательно берите пилочку не ниже чем 180 грит потому что тогда у вас не будет сильных насечек оставляться не будете провоцировать отслойки в зоне кутикулы и опил произойдет мягко вообще нужно стремиться к тому чтобы пилочка была практически для натуральных ногтей 240 грит когда не требует сапил нам нужно просто с вами забафить ноготочек забафить вот этот участок половиночку ногтя потому что у нас сейчас будет салонный квадрат мы будем искать усики на половинке ногтя если бы это был длинный квадрат мы бы бафили от 1 третьи от кутикулы таким образом итак взяли можно сначала пройтись более грубой стороной обезжирить и пройтись более мягкой стороной здесь уже смотрите сами давайте пройдемся как будто бы это прям на ручках я обычно делаю и так и так обеими сторонами бафика то есть прохожусь подготавливаю по торцу обезжирю обязательно потому что по пыльной поверхности очень сложно работать дам просохнуть и уже мягенькой стороной пройдусь чем мельче у вас будет и лучше подготовлена ногтевая пластина тем легче вам будет рисовать по ней френч почему потому что можно и по глянцу порисовать но пока мы заполняем этот френч пока мы выравниваем усики вот этот бортик он может немножечко поползти да и уже будет не такой точеный френч поэтому не исключайте вот этот этап чтобы забафить ногтевую пластину половинку да таким образом подготовили обязательно обезжирили потому что иначе будет попадать пыль и нам нужна будет краска для рисования френча краска это очень важный инструмент материал в нашем случае инструмент это кисть материал это краска красочку сейчас возьму белую чтобы было видно белая без липкого слоя подходит для внутренних и внешних прорисовок обожаю такие вообще универсальные вещи мы берем просто кисть возьму потолще чтобы загрести прям столько сколько нужно взяла оставила ее обязательно палитру протрите чтобы на ней не было никакой пыли даже если вы ее достали там из ящика чистенькую потому что это будет мешать в рисовании френча протерли дали высохнуть отдали красочку прям отжали кисть эта кисточка мне пока не понадобится так она у меня густая прям вот чтобы видно было по консистенции она прям немного даже тянется вот поэтому я для того чтобы рисовать схемку могу оставить воспользоваться такой но для рисования френча я ее буду немного разбавлять вопрос чем разбавлять так как френч у нас это внутренний дизайн и я не буду его оставлять без перекрытия то есть у меня будет еще сверху топ то разбавить я могу его любым топом но рекомендую вам это делать топом без липкого слоя потому что он меньше желтит это отличие от топов с липким слоем или я могу его разбавить белым гель-лаком любым с липким слоем без липкого слоя это не имеет значения потому что будет перекрытие вот таким образом давайте прорисуем схемку я прокручу кисточку наберу материал на нее таким образом чтобы было равномерное распределение это важно хорошая здоровая привычка и поделю наш ноготочек пополам вернемся к схемке которая квадрат секундочку чтобы у вас визуально все сразу было представим что это у нас коротенький квадрат саму схемку сейчас подвину вот она то есть мы поделили ноготочек пополам для чего мы это сделали смотрите так очень удобно намечать точки в росте то есть я повернула на бочок фокус теряется от этой схемки я ее уберу пополам повернула на бочок и я понимаю где у меня будет точка в росте максимально близко к боковому валику я ее поставила вот она повернула на этот бочок и от этой точечки от этой полосочки тоже понимаю где мне прорисовать высоту усика понятно для чего вот это деление происходит далее я нашу нижнюю половинку делю еще пополам и нижнюю половинку делю еще пополам то есть я завела и определилась с высотой френча вот так может показаться на первый взгляд что какой-то будет узенький френч но не забывайте что вы будете еще скруглять дополнять формировать бортик и поэтому он сразу у вас поднимется и станет таким как нужно оставляйте этот зазорчик мы определили с вами высота усика определили высоту френча и нам осталось определить ширину усика для этого мы накоточек с вами делим пополам эту половинку еще пополам и эту половинку пополам то есть мы с вами наметили ширину ширину усика так что мы делаем дальше мы обязательно вот таким образом прокручиваем кисть чтобы на ней был материал но равномерный чтобы когда вы прокручиваете кисть она была ровненькая вот я ее кручу нет никаких заваленных материалов что мы делаем мы берем и соединяем точку высота усика ширина усика и соединяем это правильно никаких изгибов не делаем делаем это ровной прямой линии как будто из точки а в точку б нажали на кисть вывели это схематично выглядит из точки высоты в ширину направили нашу кисть и ровную линию ведем ровно посмотрели сверху что нас устраивает все на одной ширине все хорошо далее мы с вами очищаем кисть и будем из центра от высоты усика вести скруглять вот этот уголочек как мы его будем скруглять мы вот этот участок наш от высоты френча до высоты усика поделим пополам и с другой стороны тоже поделим пополам то есть вот этот участок от высоты френча мы поделили пополам теперь я хочу показать как разбавить красочку то есть я рядом не в краску я рядом каплю капельку топа в данном случае топ без липкого слоя беру немного топа и вмешиваю в краску доводя ее до той консистенции которая мне нужна такая вот не жидкая нормальная сметана но и не густая то есть вот такой консистенции чтобы она была пигментированная но в то же время видите выравнивалась сразу вот я ее вожу а она растекается не рисовала полосочками чтобы и сейчас когда я прорисовала вот эти схемки я беру кисть плоскую смачиваю ее в обезжиривателе но так чтобы ничего не потекло и наши промежуточные вот эти линии просто стираю когда вы будете объяснять своим ученикам например да или сами тренироваться то ничего страшного они прекрасно стираются стерли далее подсохнуть вот таким образом теперь точно так же я набираю материал на кисть уже тот же я развела и обратите внимание я кладу кисть не кончиком рисую не кончиком а кладу кисть прям положила ее немножечко на камеру не так удобно как хотелось бы но положила ее скруглила и довела до серединки усика повернула чуть-чуть до серединки усика до серединки да выше не пошла далее мы вот порисовали на клиенте вот таким образом потом мы разворачиваем ручку и рисуем сверху вниз то есть вот я представляю что это пальчик клиента эту часть я нарисовала от центра вверх далее я развернула пальчик к себе и буду рисовать от центра вниз точно так же видите я положила кисть положила скругляю скругляю уголочек веду до центра намеченного и выхожу в усик который мы намечали вот мы нарисовали линию улыбки теперь я конечно воспользуюсь более толстенькой кистью это будет быстрее и заполню наш френчик чтобы мне объективно оценить какая же у меня получилась линия улыбки нужно ли мне где-то что-то подправить когда вы рисуете первый слой старайтесь это делать тонко не создавать никаких бортиков лишних лишней толщины потому что тогда вам будет проще перекрыть это вторым слоем если вы первый то есть первый слой реально у вас должен быть такой схематичный не стремитесь первым слоем все закрасить все равно в два слоя даже какие бы ни были у нас укрывистые гель-лаки гель-краски все равно в два слоя они смотрятся совершенно по-другому как будто вот добавляется какая-то глубина итак вот я закрасила и хочу немножечко вот с этой углы ой с этого угла чуть-чуть подправить да кисть сильно в бок ушла поворачивайте обязательно на каточек и вытягивайте линию чтобы сбоку вам она нравилась надеюсь все четенько видно для первого слоя вот такого формата закрашивания более чем достаточно не стремитесь добавлять сильной толщины и так скажем потом это будет сложно перекрыть ровненько все четенько гель-краски они разные бывают моя гель-краска густая если мы прорисовываем поверхностные дизайны мы обязательно сушим ее минуту промежуточно можно 30 секунд но полный процесс минута когда мы нанесли вот такой тоненький еще и разбавили материал топом то промежуточно можно посушить 10 секунд второй слой мы просушиваем обязательно 30 секунд вот таким образом так перекрываю закрываем ее и теперь мы приступаем к тому чтобы нарисовать второй слой нашего френчика сейчас мы конечно же не рисуем уже никакую схему мы набираем краску на кисть следим чтобы она была равномерно набрана на кисть и создаем бортик вот это создаем магию которая нам нужна мы ставим кисть чуть-чуть не доходя до линии улыбки нажимаем на кисть и у нас формируется такой бортик для того чтобы сделать такой вот точеный прям резной френчик и вытягиваем направляем нашу кисть наверх видите отличается вид справа и вид слева то есть такая точенность появилась то же самое я перевернула пальчик беру красочку на кисть нажимаю на нее чуть подальше от линии улыбки сформировала бортик который отдается и прорисовываю линию улыбки я сформировала такой точеный резной френчик кстати говоря можно сначала заполнить френч а потом прорисовать а можно сначала прорисовать потом заполнить разница здесь небольшая но если вы не уверены в своем материале и думаете что он может поползти чуть-чуть растечься и не сохранится ваша линия улыбочки точенная то конечно лучше сначала заполнить свободный край а потом рисовать линию улыбки и мы заполняем свободный край смотрите старайтесь заполнить равномерно чтобы материал успел у меня тут под лампами он прям густеет на глазах распределиться чтобы не было никаких полосочек выравнивать своего рода даже гель-красочку не тороплюсь никуда чтобы вы видели что френч это вообще как бы не про скорость первый слой нарисовали просушили и конечно же второй слой уже проходит быстрее но здесь есть свои нюансы главное чтобы нет не оставлять полосочек чтобы все было четко вот таким образом мы прорисовали френчик чтобы он не полосил все полностью перекрыл и ваша девчуля была довольная так второй слой мы просушиваем 30 секунд обязательно несмотря на то что это тоже такой же слой по факту единственное что мы сформировали бортик обязательно сразу очищайте кисти вымывайте их в базе или в топе можно для этого завести какой-то недорогой базу или топ недорогой материал но на самом деле как будто не такой большой великий расход чтобы для этого приобретать какие-то конкретные материалы под лампами все сразу полимеризуется прорисовали мы просушили обязательно все и здесь сейчас будет такое хорошее движение напоминаю что эту кисть мы использовали для того чтобы зачистить схему нашу поэтому не забудьте ее хорошенечко от белого цвета промыть потому что сейчас мы будем ее уже использовать и возьмем моделирующий гель это та вещь которая сделает так чтобы ваш клиент носил френч долго приходят девочки и говорят даже мне настолько уже надоел френч давай его спилим вот у вас будет точно так же мы берем макаем небольшое количество абсолютно нам нужно и просто перекрываем половинку нашего ноготочка вот таким образом тоненько желательно без объема не полосить наверх его можно даже на самом верх не дотягивать но к низу прямо обязательно что в данном случае мы с вами делаем во-первых мы выравниваем уже переход между красочкой границу которую мы создавали и камуфлирующей базой и отправляем сушить моделирующий гель в состоянии таком тонком конечно тоже не требует сушки минуты уж точно 30 секунд полностью когда вы на все ноготки нанесли тоненьким слоем на 5 пальчиков отправили сушить на 30 секунд и наносим на вторую ручку сейчас я обезжирю просто кисть просохнет наш моделирующий гель тонкий жесткий моделирующий гель это жесткий материал и будем перекрывать топом как мы это будем делать мы точно так же как с базой сначала нанесем тоненький слой тоненький слой не будем его сушить еще важный момент снимем липкость добавим точености это можно делать можно не делать но действительно на результате это тоже сказывается мы нанесли моделирующим сверху просушили сняли липкий слой я беру мягенькую пилочку 180 грит в сторону эту не беру баф почему когда я начинаю опиливать бафом как бы происходит такое вот нажатие и я получается опиливаю сверху поэтому с точки зрения подпиливания свободного края я всегда использую жесткую пилочку жесткую но мягкую жесткую в смысле в каркасе и когда я ставлю ставлю строго перпендикулярно опиливаю аккуратненько торец чтобы наш край опиливаю аккуратненько боковушки пилочку держу не вот таким образом чтобы не смахнуть наш френчик а именно иду на нижнюю параллель я подпиливаю именно снизу аккуратненько с другой стороны то же самое напылила тут конечно же все это дело обезжириваю чтобы не осталось ничего почему мы это делаем у нас бывает такая история что торец закрашивается вам нужно для себя определить либо вы закрашиваете вам нужно определиться либо вы закрашиваете торец либо не закрашиваете чтобы все ноготки были одинаковые вот таким образом так обезжирили далее обязательно подсохнуть и наносим финишное покрытие с липким слоем без липкого слоя это уже как вам больше нравится ни на что это уже не повлияет нанесли тоненький слой и обязательно применяем технику выравнивания все уже у нас привыкли к бликам это удобно проконтролируйте качество своей работы берем капельку ставим ее по центру распределяем вытягиваем до свободного края и распределяем по всему ноготочку аккуратно переворачиваем ноготочек сначала тоже в горизонталь обязательно чтобы с боков стекло и с кутикулы равномерно в зону апекса затем поднимаем под 45 градусов для того чтобы со свободного края ушел небольшой объем если все правильно распределили то это произойдет само собой магически проконтролировали что у вас ровненький апекс красиво выполнен на выравнивании и отправляем сушить на 30 или 60 секунд зависит от того какой у вас материал я сушу всегда минуту меня это никак не замедляет в работе пока я работаю конвейерным способом меня это вполне устраивает вот таким образом сейчас мы достанем наш ноготочек что хочу сказать что когда мы перекрыли уже топом наши ногти несмотря на то что мы до этого подпиливали тоже нужно обязательно пройтись пилочкой мягенькой можно даже пилочкой для натуральных ногтей она потоньше и будет удобнее подобраться точно так же мы проходимся в нижних параллелях потому что может и топ немножечко затечь то есть мы с вами отодвигаем боковой валик ставим пилочку и потихонечку подпиливаем то же самое на торец могло немножечко натечь но мы с вами подпилим чтобы облегчить и сделать более точеный наш френчик у нас просол он и так точеный ну вот буквально одно движение ну два прошлись снизу прошлись по нижним параллелькам с другого края это делаем обезжирили кстати обезжиривайте ногти тогда когда они уже полностью остыли там через две-три минутки подпилили пыльку смахнули только потом обезжирили чтобы топ ваш блестел вот такие френчики на разных базах они могут по-разному смотреться почему говорю рисуйте разные варианты чтобы ваши клиенты видели как это будет на этой базе смотреться как на этой какой дизайн можно выполнить страйдики выложить тонкие линии прорисовать вот таким образом вот и все наш мастер-класс закончен я надеюсь что вы отработаете все схемки на типсах прорисуете дизайны и ваши клиенты будут видеть конечный результат уже на ваших работах всех обнимаю всем хорошего настроения идеальных вам френчи и довольных клиентов пока-пока